Конституционный суд Украины признал неконституционным языковой закон Кивалова-Колесниченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Закон об основах государственной языковой политики, который действует в Украине на протяжении пяти лет, гарантирует использование региональных языков, то есть языков, которые, согласно данным переписи населения, считают родными более 10% населения соответствующего региона. Данный закон соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, включает все рекомендации, предложенные Венецианской комиссией, а также поддержан резолюциями Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Автор языкового закона народный депутат Украины Сергей Кивалов прокомментировал скандальное решение суда. Решение суда откровенно политическое. Аргументация неконституционности несостоятельна. Всем должно быть понятно, что сегодня, 28 февраля, Конституционный суд Украины, подыгрывая действующие власти и партии войны, совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина намерена сеять раздор между Западом и Востоком страны и не хочет примирения между ними. Действующая власть, агонизируя, использует незаконные методы для притеснения людей, у которых родной язык не украинский. По какому праву они должны быть лишены возможности изучать свой язык, скажем, в школе? Почему знать больше языков – это плохо? Правительству и так называемой коалиции, которая то ли есть, то ли ее нет, безразлично, что представители нас меньшинств хотят говорить на своем родном языке и хотят его изучать, чтобы говорить грамотно. И таких людей в Украине миллионы. После революции в 2014 году парламент проголосовал за отмену языкового закона. Вовремя осознав, что это грозит полной потерей управляемости в стране, исполняющий обязанности президента Украины, тогдашний председатель Верховной Рады Александр Турчинов не решился подписать уже принятое постановление. Таким образом, отменить закон не удалось. Согласно последнему соцопросу, проведенному Центром социологических и политических исследований «Аргумент», 77% одесситов считают русский родным языком. И будут ли в дальнейшем учтены их права, остается под большим вопросом.